шумоизоляция так себе по опыту который лучше пошумкин потом это все сломалось когда люди заводили машины строительном вагончике есть плесень нет плесени местами видно картон наше все красное и белое скоро шаверма откроется и даже есть ограничитель здесь паре место в квартире ловит улице видна фига здесь пакетик думаю что за фигня такая а это оказывается ноу-хау от застройщика и получается за год застройщик таки не смог сколько заявок уже было сбила со счета но пока кстати сырости здесь нигде не видно через все щели у нас идет естественно чтобы были мокрые что не устранилось решали уже своими силами вот здесь видны следы власть лестница конечно крутого ты смотри мне сказали что это особенности проекта друзья добрый день я андрей артемов мы с вами у жилого комплекса от пика кантемировская 11 и сегодня вы видео увидите то что до этого никогда не видели подпишитесь на канал и поставьте лайк погнали любой жилой комплекс начинается с входных групп из дворовой территории вот вы сюда заезжаете здесь мы видим конечно большое количество мусора черного снега забито все машинами но по мне например входные группы смотрится красиво фасады желательно конечно отмывать потому что двери коммерции много написано плохих слов которые не стоит видеть и козырьки также не отмыты но зато здесь в проекте хотя бы мы с вами видим в отличие от того что сейчас есть у застройщика это выводы трубоконзенционеров если кто-то захочет его поставить вроде как воде жильцы на третьем и втором этаже да то это возможно сделать как оцениваете работу управляющей компании в плане например сейчас у ближайшая была из последних проблем у нас это каток по всему городу и пока заявку так скажем не напишешь каток этот ничем не посыпают тротуарах не на дорожках хотя мне кажется это всем видно и понятно что нужно посыпать но здесь хотя бы тротуар где брусчатка здесь так нормально идти комфортно но где проезжая часть да здесь видно что горы черного снега и льда до сих пор что вот это светильник что стоит или просто они поставили столбик не про кого понятно для чего он поставим машина в любом случае здесь какая-нибудь заедет да но почему он поставлен у так это не понятно это просто до граждан получается столбик вот мне тоже честно непонятно то ли они специально чтобы большой туда не поставили странный конечно двор по мне смотрится красиво здесь есть озеленение большое расстояние между домами вот коричневый цвет лацион и по мне так себе а вот там оранжевый к или светло-коричневый кофе с молоком белый по мне смотрится красиво светодиодное стекле освещение урны здесь даже травка вот уже видно где снег потаял но принципе смотрится неплохо красиво мне нравится проходим с ольгой мы в лифтовой холл здесь у пика все классически большая ширина очень комфортно два лифта пассажирский грузопассажирский нашего отечественного производства почему здесь цифра к 3 здесь 4 не знаете нет интересно лифты что лет начали соответственно есть этажность почтовые ящики тамбуры и вот который тамбур выходит на во двор здесь еще тепловая завеса и кстати здесь в отличие от янинского леса не так она сильно работает и ручка не горячая как было в том объекте минус первый этаж обычно когда спускается на минус первый этаж там все ну такое не очень здесь конечно не очень первое это вот по мне отделку такой шагренью смотрится это по мне ну сразу удешевляет проект а здесь мы видим клапан ну вот не знаю почему это все не закрыли непонятно тут все открыто здесь у вас влага да и за ты поэтому дверь открытой к я здесь видна подкрашивали влага пока не пахнет непонятно почему этот доводчик стали или возможно здесь просто людям ходить некомфортно ну тут конечно тут какая-то ржавчина снизу да б4 здесь тоже все снята камеры ну так по инженерным системам вроде так все чистенько нигде ничего не течет тут пена противопожарные кладовки спасибо что подписано где соответственно какая нужно зайти посмотреть ухта у нас такой длинный коридор помещение слаботочных систем смотри какая тут внутряночка но пока кстати сырости здесь нигде не видно погружной насос виден видно что вы запитали к электричеству для того чтобы уходила вода значит вода есть но вот здесь по крайней мере сухо в ольга тоже ничего не видите тоже не видно не знаю что где-то были в кладовых потоплениях вне крызуны там даже в чате читала где именно честно уже не вдавалась подробности давайте здесь посмотрим ну окрашены конечно могли бы сделать правнее смотрится так себе я видел кладовки которые выглядят намного презентабельнее чем здесь вот он получается приемок самое низкое место здесь большое количество грязи конечно управляющая компания получше обслуживать видим погружной насос поплавок подпитана все в сеть он они стенку окрашивали со штукатуркой вместе с проводами с что-то как-то тут так не сказал бы я что хорошо сделано и красиво любая инженер на любые инженерные системы которые правильно смонтированы они смотрятся красиво здесь это видно местами ну тут вроде пока сырости не видно здесь сухо и нет запаха сырости обидно что нет указателя куда чего уходить вот видим выход куда-то мы выходим а это в коридор мы опять вышли здесь какая-то дверь вот вот вы как железо вообще понимаете где она вот лифтовой да то есть мы обратно круг получается прошли так а давайте сюда пройдем посмотрим так это выход на лестницу выбраться знаем как до лестница конечно крутого ты знаете а вот здесь обратите внимание друзья на потолок вот здесь видны следы влаги видно давно это понятно что там протекает не все сделано герметично застройщика клапан такой прикольный здесь еще кусочек арматуры положили ну так наверное по проекту но самое конечно приятное что нигде не видно следов влаги это конечно вот радует по крайней мере в этом подъезде из нюансов сожалению вот здесь на лифте нет никакой информации на каком этаже расположен лифт спускается в минус первый этаж только груза пассажирский лифт вот кроме кнопки вызова здесь больше ничего нет аллилуйя нам повезло окантовка входа в лифт черного цвета красиво смотрится сверху есть указатель на каком этаже расположен лифт кнопки вызова и пассажирского и груза пассажирского лифта приветствую всех на канале андрея артемова хочу поделиться своим опытом приемки у данного застройщика квартира а также дальнейшего взаимодействия с ним значит принимали квартиру в апреле прошлого года хотя по сроку в дду было 28 февраля почему рассматривали в данном жека рассматривали минуту локацию плюс здесь у пика рядом весь общественный транспорт хороший внутренний двор большие окна планировки хорошего шаговой доступности весь общественный да отличные планировки на наш вкус и большие окна а также нам немаловажно было то что есть отделка вот и на тот момент это было сравнительно недавно сданный старт объекта остальные уже какое-то время строились и цены уже на них выросли значительно вот принимала с специалистами специализированной компании которая оказывает помощь в приемке квартир да и у нас было множество конечно замечаний там порядка 70 но некоторых было косметические были замечания или какие-то другие косметические были косметика в течение месяца в моем присутствии устранялись замечания что не устранилось решали уже своими силами но ни одна проблема у нас не решилась и добавилось еще в ходе эксплуатации квартира дополнительные выявились даже не эксплуатация в принципе они бы так так выявились вот 26 февраля труба мокрая вчера она прям была вообще вся в воде но не то что там где-то что-то прорвало и течет а просто вся очень-очень запотевшие было вот у нас проблема что мы живем на верхнем этаже и у нас в санузлах в канализационные трубы запотевают образуется конденсат причем любое время года весна лето зима я думаю весной будет тоже самое когда конденсат образуется обычно когда холодно на улице вот когда были морозы стабильно трубы были мокрые стабильно прям сильно мокрые текло сейчас вот с плюсовыми подсохли и немножко там влажно например на тот санузел там вообще сухо вот то есть можно даже обратить внимание что то есть получается в ванне конденсат есть а в санузле во втором там конденсата нет ванна получается более сухая а вот здесь наоборот а вот этот санузел обычно и изначально при приемке все это указывалось был такой ужасный запах когда открыли люк мокрые трубы и ржавый хомут был изначально там немножко ржавый вот в итоге сейчас февраль проблема так не решена сказали что надо все время проветривать с апреля по сентябрь нас постоянно все проветривалось было открыто окна балконы это не помогало затем наступила зима у нас вынуждена постоянно открытые люки в связи с чем у нас когда были сильные минуса на улице оттуда шел мороз таких чувствовалось да прохладно очень было в санузлах из-за этого причем в январе так обнаружила даже какое-то летающее насекомое над люком уже не стал осматриваться кто это ну то есть перспектива из этого всего что может быть там какие могут быть последствия от этого да за за потирание бесконечного грибки насекомые не ну конечно да получается из-за чего конденсат идет это перепад температуры тарас то есть получается здесь тепло там холодно вы уже подтвердили что когда открываете идет сразу сюда холод то соответственно в коллекторе там холодно здесь тепло там идет по трубам конденсат вентиляции никакой нет первый признак это что это пойдет плесень давали нам то есть тепловую пушку мы сушили неделю дверь я давали сказали берите пушку эти посушите сами вдруг там они думали что одна из протечки да были протечки надо подсушить и тогда все пройдет конечно когда то есть прикольно протечка мы ее высушили все прошло все прошло якобы ну на тот момент конечно мы просушили все было нормально но спустя погодя какое-то там небольшое время в мае месяце это все опять повторилось множество заявок застройщику не помогает а заявки как застройщику направляете письменно или через какое-то приложение приложение пик комфорт гарантийный случай вот я конечно так конкретных претензий например к специалистам гарантийного дела не не предъявляю потому что я понимаю что это все идет от людей выше которые на общем бюрократе не хотите сказать которые решают кому что устранить а кого занос водите и ссылаться на особенности проекта под тело бежит вода сверху сама труба по себе ледяная ни про какие там затворы по воздуху ничего ничего речь не идет чисто вода держит то ли арматуру соседа сверху потому что вот в декабре буквально опять написала заявку уже не помню какой раз мне сказали что это особенности проекта у пика именно на высоких этажах на верхних есть вот эти вот конденсат и предложили мне очень интересно предложили мне какой вариант закрыть пакетом стаканчик в которой вода скапливаться от конденсата причем по всему стойку что они потому что я одна как говорится проблему то не решу это на по стойку закрывать я на это именно на период зимний когда кондиционерами то не пользуются вот я конечно уже закрыла помогло вот мне конечно это не помогло потому что ну опять таки я это одна сделала спросила а как же все остальные сказали что сделают объявление на первом этаже парадный для того чтобы люди закрыли это было такое объявление нет в январе когда второй раз они пришли второй раз после той заявки сколько заявок уже было я сбила со счета вот пришли ко мне сказали что они отправили на согласование в пик там длительная к это видимо цепочка согласования и на каком-то этапе это застряла текстовка и все ну то есть сейчас уже опять летний период и кондиционерами все будут пользоваться повторюсь эта ситуация у нас в любое время года то есть даже летом когда тепло до в любое время года вот мы только весуну еще не жили здесь а так в любое время года ситуация повторяется проветривается не проветривается закрыл ты пакетик стаканчиком не закрыл все одно и то же то есть я такой еще такой смотрю что здесь пакетик фига здесь пакетик что за фигня такая а это оказывается ноу-хау от застройщика тут возможно по идее сил от ее не закрывать то чуть лучше станет но это не решение проблемы не решение я не просто вот я здесь стою здесь просто чувствуется вот это вонь что а зимой зимой еще и холод сюда собачий был когда вот это минус двадцать пять причем холд а получается он сверху идет да вот причем хотите квартиры на последних этажах пика возьмите с собой пакетик сколько в каких квартирах то есть уже не жила такая ситуация у нас первый раз вот и при сколько вы здесь уже живете ну живем-то с лета а вообще как бы вот с апреля приняли то есть это вот на распашку все двери балконы окна для проветривания для вот этого ну то то есть это уже год уже почти вы живете и получается за год застройщик таки не смог исправить проблему с конденсатом и пакетик застройщику не помог и пушка тоже не помогла да вот причем зимой они начали говорить конечно что надо опять про это проветривание тут у нас проблема вторая вылезла что у нас довольно прохладно морозы было в квартире до тепловизионные осмотра провели выявилось что у нас не герметичность окон подоконников балкон и двери вот то есть получается она как раз проходил естественное проветривание у нас так или иначе вот есть будь то лето открытые балконы окна путь то зима через все щели у нас идет естественное проветривание это нехорошо конечно по гарантии обратились застройщику по окнам и подоконнику но обратилась вот недавно я надеюсь первого раза устранят потому что до этого у нас была проблема с одним подоконником у нас скапливался конденсат с октября тоже когда минусовые начались на части подоконника конденсат а в морозы в новый год еще и обледенение на окне в этом стороне вот только после но это жкх после заявки нам наконец реагировали и сделали этот подоконник там есть еще какие-то тепловизионный осмотр показал проблемы все уже значительно стало лучше лучше поэтому я надеюсь сейчас когда мы отправили заявку с тепловизионным осмотром по всем окнам застройщику да в рамках гарантийного случая надеюсь у нас с первого раза отработается как квартира по шумоизоляции слышите соседей ну слышать слышим но я так скажу где мы вот пожили это кстати самая нормальная по шумоизоляции то есть лучше всего то есть меньше всего слышите да как мы на стройках так и в старом фонде жили единственно старый фон только один кирпичный дом там нулевых годов тот прям вообще там никого не слышно а так наверное второй по опыту который лучше по шумке хотя вот до этого снимали там бизнес-классе рядом шумоизоляция там вообще желает лучше понятно вот у вас там вход везде по картам чтобы пройти квартирам когда выходишь с лифта тоже по картам вот есть какое-то ощущение безопасности здесь ну в принципе я не могу сказать что ощущение отсутствия безопасности здесь все нормально единство тут проблема наверное со самой связью телефонный интернет и точно также интернет мобильный или который по кабельной и кабельного у нас здесь нету еще нету здесь интернет провайдеров здесь почти год живете здесь нет интернет провайдера до сих пор провайдер есть региональный местный ловит от пика вот читала по нему что много жалоб там единичка стоит по отзывам вот ну и в чате здесь интернет который обычно по кабелю мы все подключаем он от застройщика пик и качество оставляет желать лучше я его не подключала я то есть пыталась через мобильный интернет раздачу и также он не помогал плохая здесь очень связь мне посоветовали коллеги которые используют на даче усилитель интернета и специально от одного из операторов сим-карту с интернетом что прям у них там ловит на даче здесь в паре место в квартире ловит не ловит ну и связь тоже телефонную гуляет где-то она есть где-то ее нету вот но и проблема такая что доставка когда тебе надо платить но зарядка он там даже там до не ловит и никак так и здесь она тоже в определенных местах ловит и плюс когда домофон тебе нужно открыть они никак не срабатывать приложение да никак они я им пишу всегда если не можете дозвонить по домофону звоните мне на телефон то не меня всегда звонят мне не открывайте домофон я потом нажимаем то есть связь такая не очень а так в принципе да это придумка хорошая домофон везде на входах но там же получается приложение же да как и есть то есть это работает у них считывание лица доступа карте когда эти звонят приложение отображается все можно настроить на камеры можно посмотреть все работает да все работает но только вот говорю когда но понятно что если интернет есть работает без интернета это не будет работать связь и 10 такая наверно хороший бетон здесь у застройщика такой плотный что не пробивается мобильные мобильные сети хотя здесь вот вроде как бы и центр то рукой подать но по идее да должно быть нормально это вот кстати к застройщику вопрос что если бы они делали хорошо гидроизоляцию таких бы вопросов не было и вот у вас есть потенциальный клиент который готов приобрести кладовку но почитав отзывы от своих же соседей отказались от чтобы получить проблемы за свои же деньги да еще какие-то дополнительные на проще где-то снять ну да но я надеюсь что застройщик посмотрит видео обязательно и соответственно придется все это исправить потому что конденсат на трубах конечно это не очень-то приятно тем более сам чувствую там такой отчетливый запах вот да затухлости визионщик тоже пришел тоже сразу почувствовал этот запах ну и в принципе видно все на том же хомуте все понятно изначально у нас причем фотографии от приемщиков с актами там прям видно вот эта ржавчина она изначально была присутствовала вот все это описано вот ну и там по мелочи уже скажем так три месяца не можем никак счетчик новый по гарантии заменить на воду проблема в том что им нужно составить акт то ли с заводом изготовителем то ли с тем кого не покупали у продавцов с продавцом но в общем они свои проблемы переложили получается на вас но это у нескольких квартир такая проблема и они не могут встретиться две стороны подписать акт видимо дефектовки скорее всего или как он там называется по мне вот мне как потребитель вообще все равно что они там делают мне вот есть проблемы идите и устраните сказали там недели значит неделю три месяца по мне это долго мы с вами на последнем этаже друзья и обратите внимание вот здесь находится все электронная электронная начинка этих лифтов здравствуйте и обратите внимание как у пика это сделано прикольно пассажирский лифт ну считаю что пик мог конечно разориться хотя бы на белую краску или красивый баннер добро пожаловать домой там пик комфорт бла-бла-бла-бла но в итоге мы видим что мы с вами к сожалению вот в таком строительном вагончике а вот это все когда едет везде царапает обшивку и потом будет некрасиво а я ей очень шумно едет лифты и кабину подколбашивает это неправильно дом еще нет года а уже нужно писать оставлять заявки по гарантии первый этаж а тут местами видно что почему-то знаете вот они плиточку плохо отмыли здесь тепло мне нравится что входные группы проходные можно пройти выйти как или на улицу так выйти и во двор и здесь обратить внимание что есть из особенностей у пика мы с вами зашли в тамбур и чтобы открыть дверь у вас должна быть специальная карточка магнитная но двери вот такие тут виден воздух то есть улица вернее не видна это конечно считаю неправильно и так не должно быть из моментов что она нормально настроили тепловую завесу и ручка не горячая как примеру было в янинском лесе такой нюанс ох как здесь жарко вот эта ручка друзья она просто горячущая по мне нужно сбавить пылу этой конструкции чтобы она не так сильно дула это раз и написать предупреждение что горячо о господи трындец и яшницу можно жарить из нюансов на что сетут жильцы это нет никаких колясочных на первом этаже то есть у нас вот обычный холл есть в принципе место позволяет но ничего не предусмотрено значит выход на лестничный марш у здесь также по магнитной карте дверь соответственно закрыта можно только посмотреть в окно что там с той стороны кнопка и вот не знаю можно конечно здесь оставлять коляски но по мне это страшно почему потому что это все-таки практически центр города большое количество людей и может кто угодно зайти пройти за жильцом и соответственно и спионерить также для меня из плюсов это большой тамбур здесь широкие двери когда вы выходите с коляска в которой ребенок нет никакого дискомфортно все комфортно и даже есть ограничитель двери выходим и прогуляемся по комплексу красное и белое скоро шаверма откроется есть винлап есть пункты выдачи есть аптека но цити первая очередь которую сдал застройщик это у нас сами вторая очередь что мне нравится у пика нормальные зеленые газоны кустарник и видно что управляющая компания подстригала нормальное ограждение есть конечно немножечко ржавчина но дверь закрыта это по мне тоже плюс нормальное расстояние между домами красиво все смотрится такая большая брусчатка и такая видишь немножко с наклоном сюда чтобы вода стекала к поребрику от застройщика в жилом комплексе кантемировской 11 однокомнатная квартира стоит от 10 миллионов рублей на вторичном рынке она стоит дешевле это тоже смотрите главная картон картон наше все местами видно что брусчатка провалилась это не есть хорошо также мы видим что она вот здесь провалилась это тоже не есть хорошо а вот здесь центре кадра мы видим бугор то есть получается выпуклая такая площадь это тоже плохо это значит плохо подготовили основание на которую уложили брусчатку обратите внимание как здесь красиво качественно завязали чтоб точно враг не прошел и благодарю жильцов которые сказали что раньше при срабатывании пожарной сигнализации автоматически открывали сети ворота потом это все сломалось и ну и до сих пор они почему-то не могут подчинить добрый день расскажите нам какие есть особенности проживания в жилом комплексе кантемировской 11 от пика ну какие особенности смотря видимо в каком еще корпусе кому как повезло видимо с отделкой когда эту отделку делали есть плесень от плесени вот например в моем случае у меня там никакой плесени не было по ламинаторам но вот это все таки есть плесень в некоторых квартала да люди в чатах жаловали что при приемке квартиры когда они там брали ну компанию который принимала они пособирали племпуса и находили эту черную плесень все снимали все это соответственно чистили кому-то везет вот нет вот у меня ее не было например в этом плане нормально и в принципе это прям в корпусе маленьком где с одной парадной там я ни от кого жалоб на плесень не слышал вот а скажу других корпусов да было такое кого-то прорывало трубы например затапливала уже отделанные квартиры поэтому конечно в этом плане кому-то не повезло принципе вот у меня недоделок никаких там особо серьезных не было в этом плане нормально а с кладовками затапливают кладовки или нет или они сухие у вас нет я не слышал что затапливали складовки во всяком случае вот корпус который мы здесь стоим там третий по называть да там нормально все вот сухо тепло в этом плане нормально единственно там некоторые жалуются на высокую аренду не аренду коммунал там да за охрана вот за вот это но это уже такие моменты а сколько стоит охрана охрана это вот значит 600 рублей за кладовку и 600 рублей это охрана за квартиру за одинаковая цена что квартира что кладовка одинаковая конечно жильцам это не нравится ну а что они там охраняют видимо регламенту они какой-то обход делают камеры там висят но так несопоставимо считают повод этому многоэтажному паркингу там левосторонний заезд или правосторонний заезд как должен был у меня там места нет я так заходил смотрел но насколько помню там левый был заезд и конечно это неудобно и я видел что в чате владельцы для русских людей неприучно они жаловали что узкий за я сам по себе видим минимально сделан сколько там можно было и вот зимой часто были жалобы на срабатывание сигнализации когда люди заводили машины прогревали двигатели и срабатывала и по выхлопным газом вот эта пожарная сигнализация и говорят не заводите не прогревайте ну а как не заводите не прогревайте да были специально обученные люди которые выталкивают машины ну да и вот то что сам заезд то он видимо поверхность сделано достаточно скользкая и когда вот опять же вот эти вот обледенения были машина просто они буксуют и начинает их водить и люди жаловали что спасается свой паркинг не может заехать да 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 есть трудности особенно если там человек не особо может ловко водит прям опасается и габариты такие впритык боятся конечно повредить машину такие жалобы добыли а высота в паркинге нормальная либо достаточно низкая ну вот тут не могу сказать я вот на высоту не обращал внимание в основном то что покрытие это что он узкий какие еще есть особенности здесь особенности в принципе ничего такого сказать не могу шум по шуму можно сказать что до шумоизоляция так себе и заметил такую характерную особенность что вот иногда кажется допустим что шумит как будто явно сосед сверху а на самом деле это может не сосед и не сверху он сверху но где-то там туда то есть как звук идет по перекрытиям достаточно непредсказуемо иногда замечали еще люди что вот натяжной потолок в ванне такое ощущение что капает вода по натяжному потолку и даже снимали этот потолок думали жну все где-то там протекает потому как коммуникации они здесь под натяжным потолком а там сухо оказывается это трубы по ним когда течет вода и там какие-то видимо хомуты которые эти трубы крепят начинают какие-то мелкие деформации мелкие подвижки и издается такой звук похожий на капающую воду поэтому некоторых это сбивало с толку я вот сейчас уже не обращаю внимание на это так что вот так благодарю вас а я лично считаю что комплекс достаточно получился интересным есть конечно какие-то такие нюансы небольшие недостатки но в целом учитывая современные тенденции по качеству строительства пик еще пока на высоте друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»